Недельная глава По дороге он ложится спать и во сне видит лестницу. По завершению этого сна мы с вами читаем о том, как Бог подтверждает свой завет с Яковом, подобный тому, который он заключил с Авраамом и Ицхаком. Дальше мы видим повествование о том, что Яков встретил свою будущую жену Рахель и историю о том, как ему пришлось в течение 14 лет за нее работать и взять в жены еще Илею. После чего повествование рассказывает о том, как проходило соперничество между женами по поводу рождения сыновей, собственно описание их рождения и в завершении мы видим, что Яков отправляется обратно в землю обитованной. Таким образом получается, что начало нашей недельной главы это уход Якова из земли обитованной, а по окончанию недельной главы он возвращается обратно. Итак, мы с вами читаем в книге Берешит, 28 глава, 10 стих. Здесь написаны такие слова. Яков покинул Бершеву и отправился в Харан. В данном переводе стоит слово покинул. На самом деле в еврейском языке здесь стоит слово ваяце, что может быть переводится как покинул, вышел, ушел. И мы должны понимать, что с точки зрения Торы есть разница, почему еврей покидает землю обитованную. Если мы с вами читаем, например, историю Авраама, когда он в период голода спустился в Египет, то даже в русском мы понимаем, используется слово спустился, я рад в еврейском языке. Как вы, возможно, знаете, в землю обитованную поднимаются, а не спускаются. И рабоним говорят о том, что это всегда означает некую духовную деградацию, когда человек по своей воле покидает землю обитованную. В противоположность этому есть слово вышел, как мы с вами прочитали в данном тексте, который не имеет такую негативную коннотацию. Почему? Потому что Яков покидал землю обитованную вынужденно. Он бежал от своего брата, который, как стало известно, хотел его убить. Интересно, что мне вспоминается еще один пример, который мы сталкиваемся с тем, что еврейский народ покидает землю обитованную, а именно то, что описано у пророка Иеремья, у Иеремии, когда еврейский народ, живя здесь, в земле обитованной, стал так сильно грешить, занимаясь идолопоклонством, что Господь решил прогнать их из земли обитованной. Больше того, как мы с вами знаем со страниц книги пророка, еврейский народ пытался этому сопротивляться, но Господь говорил, тот, кто не уйдет, тот погибнет. То есть, иногда еврей вынужден покинуть землю обитованную, и это не одно и то же, нежели спуститься из земли обитованной. Тем более, что, как мы с вами знаем со страниц этой недельной главы, что у Якова была еще одна цель, которую поставили перед ним его родители, а именно найти в тех местах, куда он придет, свою будущую жену. Собственно говоря, в свете этого мы с вами читаем, что Яков отправился из Бершевы в Хараан, и возникает вопрос, почему именно туда. Как известно, в те годы в земле обитованной жили в основном канонеи, и были и другие народы, но их объединяло всех одно, все они были идолопоклонниками. И разумеется, Ицхак и Ривка не могли согласиться на то, чтобы Яков женился на женщине, девушке, занимающейся идолопоклонством. В противоположность этому, в доме Ламана, а как вы знаете, Ламан был родственником Авраама, знали Бога Живого. Откуда мы это с вами знаем? Если мы перечитаем эпизод, я не буду просто сейчас читать его подробно, только напомню, вы можете открыть Тору и прочитать это. Это когда слуга Авраама пришел искать Ицхаку невесту, мы с вами читаем, что он рассказал Лавану и присутствующим там о всем том, что Бог сделал для Авраама. И написано, что Лаван прославил Господа. И при этом используется то четверобуквенное имя Божьего, которое пишется Юдгей Вавгей. Иногда его читают, как Иеговы, иногда его читают, как Яхва. На самом деле, никто не знает, как оно звучит на самом деле. Мы сегодня, когда сталкиваемся с этим словом на страницах Торы, произносим Адунай, что значит Господь. Итак, мы с вами прочитали, что Яков отправился из земли, обетованной в Хароан. И по дороге мы с вами читаем 28 глава 11 стих. Он наткнулся на некое место и заночевал там, потому что зашло солнце. Он набрал камней, что были там, сложил себе изголовье и лег в том месте на ночлег. Интересно, что в синодальном переводе здесь используется слово и пришел. Но, если мы с вами читаем на еврейском языке, то здесь используется еврейское слово ваевга, что значит наткнулся, споткнулся, встретился, даже сломался. Раббанин говорят, что каждый раз, когда на страницах Торы есть что-то неожиданное, то это всегда указывает нам на то, что событие, которое там должно произойти, имеет особую важность. Более того, если мы с вами прочитаем чуть больше и в нашем стихе, и дальше, то мы увидим, что здесь многократно повторяется слово маком, что значит место. И если в русском языке, когда происходит повторение одного и того же слова, это является речевой ошибкой и считается тавтологией, то в еврейском языке, когда одно и то же слово повторяется многократно, это является усилением и должно привлекать наше внимание к тому, что мы сейчас читаем и тому событию, которое здесь происходит. Итак, мы с вами прочитали, что он видит сон, довольно странный. Почему? Потому что во сне он видит лестницу, которая простирается от земли и до небес. Наши раввины говорят, что есть связь между лестницей и горой Синай. Они делают этот вывод на основании гематрии, поскольку слово Синай имеет цифровое значение 130, и слово лестница имеет числовое значение 130. Однако я не являюсь сторонником гематрии, даже точнее сказать, я являюсь противником гематрии. Именно поэтому для меня гораздо интереснее толкование, которое возникает здесь в свете того, что написано в Новом Завете, когда мы с вами читаем о связи между лестницей и Машехом, Мессией. Почему? Потому что подобно как лестница должна была связать и связывала в том сне небо и землю, так и Машех по сути его функция связать человека, живущего на земле, и Бога. Интересно, в Талмуде в комментарии на этот текст Берешит Раба говорится, что одни ангелы покидают Иакова, другие приходят для того, чтобы ему послужить. То есть мысль такая, что здесь в земле обитованной ему служили одни ангелы, они его покинули, когда он покидал землю обитованную, на их место пришли другие ангелы, которые были призваны ему служить за пределами земли обитованной. Интересно, но тот факт, что эта лестница и ангелы каким-то образом связаны, подтверждает, ибо подобную мысль говорит Иешуа, когда общается с Натаниэлем, и он обещает ему, что тот увидит ангелов, которые спускаются и поднимаются, и он подчеркивает, что эти ангелы призваны служить Сыну Человеческому. А мы с вами знаем, что Сын Человеческий – это титул, который используется многими пророками для обозначения Машеиха. Другими словами, Иешуа ему говорит, что эти ангелы придут для того, чтобы служить ему. Дальше мы с вами читаем в 13-м стихе. И вот Господь стоит над ним и говорит, я Господь Бог Авраама, твоего праотца, и Бог Ицхака, землю, на которой ты лежишь, я отдам тебе и твоим потомкам. В еврейском народе каждый раз, когда мы говорим о патриархах, об отцах, мы всегда вспоминаем о том, что речь идет о завете, который Бог заключил с Авраамом. Современным языком говоря, о договоре, который Бог заключил с Авраамом. Об обетовании, то есть обещаниях, которые Бог дал Аврааму. И здесь мы с вами видим, что в этом обещании речь идет о земле, на которой лежит, а он еще находится в земле обетованной, и он говорит, что я отдам и тебе, и твоим потомкам. Интересно, как сегодня мы очень часто сталкиваемся с тем, что люди, верующие в Ешо, Машеха, отрицают право Израиля на землю обетованную. Но ведь это часть того же самого обещания. Как мы с вами знаем, в обетованиях Авраамова, я дам ссылочку на мой урок, посвященный обетованию, не буду говорить об этом подробно, но там речь идет не только о Машехе. Речь идет о многих вещах, в том числе и о земле. Больше того, если мы с вами прочитаем и следующий стих в нашей недельной главе, то есть 14, 28 глава, здесь написано так, «Твои потомки будут многочисленны, как прав земной, и ты раздвинешь свои пределы на запад, на восток, на север и на юг, и ты и твое потомство станете благословением всем племенам земным». Я не понимаю, как люди не могут это уразуметь, что тот факт, что народ израильский возвращается в свою землю, что он становится здесь снова хозяином, что он должен распространиться на запад, на восток, на север и на юг, во все стороны. Приведет к тому, что через потомство, которое будет здесь распространено, придет благословение всем племенам земли. Другой текст нам говорит о том, что территория народа Израиля должна быть от реки Египетской до Великой реки Ефрат. Никогда за всю историю существования еврейского народа мы не обладали этой всей территорией. А значит, придет день, когда это произойдет. Почему? Потому что у нас такой Бог. Он обещает и исполняет. И никто не может ему помешать. И мне очень странно, что сегодня среди верующих в Миссию находятся люди, которые каким-то непонятным, выборочным образом принимают одни обетования и не принимают другие. Дорогие мои, мы должны осознать, что все то, что происходит с Израилем по воле Божией, несет благословение не только для еврейского народа, но и для всех людей, живущих на земле. Почему? Потому что это обещал Бог. На этом мы закончим эту часть недельной главы. Да благословит вас всех Господь! Шалом алейх!